Очень классный матч, очень полезный для нас. У нас в этом сезоне еще не было концовок. Мы рады, что такой матч состоялся. Лучше сейчас, чем в плей-офф. Такие нервы. Думаю, мы сделаем выводы от этой игры. Ну и, конечно, я думаю, болельщикам этот матч очень понравился. Ну, пока ведем без поражений. Если говорить о результате, то это, конечно, идеальный. Одни победы. Впереди, конечно, есть еще несколько очень сильных команд, которых предстоит одолеть. Но думаю, что мы справимся и отшлифуем все наши погрешности. Перехожу как раз ко второму вопросу, что у нас есть еще шероховатости, особенно по игре в защите. Ну, думаю, что не будет ни для кого секрет, что это рынок Рана и, конечно, ГТМ Москоз. Ну, вот сегодняшний матч показал, что МГУ достаточно близко уже по уровню мастерства. Они сегодня в самодаче очень постарались и доставили нам достаточно много проблем. Есть еще пару команд крепких. Что необходимо, ну, может быть, какие-то точечные усиления. В целом есть несколько симпатичных команд. Может, какие-то точечные усиления в каждую команду на определенные позиции, и они дадут бой. Ну, я думаю, на такой, на любительский спорт многие будут злоупотреблять, конечно, этим. Мне кажется, это не очень хорошо. Ну, тем более, когда был вот этот скандал с детским баскетболом, это вообще, по-моему, недопустимо. Тренеры, игроки могут на этом очень сильно злоупотреблять, к сожалению. Во-первых, чемпионат России определенно должен быть, потому что это стало олимпийской дисциплиной. В каком формате это проводить? Ну, пускай попробуют первый год так. Они как раз получат опыт, плюсы, минусы. Изучат. Потом, я думаю, география, конечно, расширится. Сейчас, если я не ошибаюсь, 16 команд собирается. Ну, конечно, это, наверное, маловато в таком виде спорта. Я думаю, что чем больше будет команд в будущем, будут играть какие-то зональные соревнования, Восток, Запад, Урал, а потом как-то они будут съезжаться, лучшие команды. Вот это, ну, может быть, по примеру, АСБ. Должно быть огромное количество команд. И там, действительно, в финале должны быть лучшие. Думаю, конечно, да. Никто же не скажет, что Golden State некрасивая, неизрежная команда. Никто не скажет, что Cleveland, да, которым принадлежит сегодня рекорд по количеству трехочковых. Вот две самые многобросающие команды из-за дуги. Они именно и в финале, который год. Мне такая игра очень понравилась. Это заставляет делать атаку шире. Таким образом освобождает зону под кольцом. И большое количество красивых проходов, данков можно при этом делать. Ну, хороший вопрос. Любой, наверное, ответит, что все важно и то, и то совмещать. Наверное, на разных уровнях разные цели. Ну, я думаю, если Олимпиада, кто-то выиграет Олимпиаду и покажет при этом незрелищную игру, то я думаю, они будут просто счастливы. Ну, а на любительском уровне все ребята здесь, там, что называется, с понедельника по пятницу работают. Конкретно этой лиги, да? Касается. В воскресенье, в субботу приходят поиграть. Конечно, прежде всего, получить удовольствие. Мне очень нравится. Я немножко не понимал старую статистику. Ну, например, что такое АП? Атакующая передача. Ну, это полная ерунда, и она вообще не отражает никакой сути. А вот этот, допустим, мне нравится очень новый коэффициент, вот этот европейский. Он, думаю, полностью отражает суть происходящего. Да, теперь позволяется все. В движении можно даже не задумываться, где опорная нога, не опорная. Сейчас можно смело думать не о ногах, а о продолжении атаки или дриблингом, или передачей. Думаю, привыкли. Ну, в сегодняшнем матче, на мой взгляд, ошибок по пробежкам не было вообще. Ну, и давно не припомнили. Ну, то есть, судьи тоже выбрали правильную позицию, что называется, что-то как пробежка. Это, наверное, пошло от МБА. Ну, что-то очень явное, да? Вот именно так и трактуют суди. Что-то очень явное и многошаговое именно это они и свистят. А такие какие-то мелкие погрешности допускают для зрелищности игры. Мое большое пожелание, чтобы они приходили на трибуны, а не сидели у компьютеров, у телевизоров. Вот, например, даже у нас классные есть профессиональные команды. Химки, ЦСКА приезжает. Вот сейчас Фанатинайка, со счетом, ну, топ-клубы все, да? Реал Мадрид. Очень мне было бы приятно, если бы баскетбол не то, что там обогнал бы хоккей, а просто стал популярным видом спорта. И это действительно один из самых красивых видов спорта. Самый умный, это точно. Приходите, пожалуйста, на трибуны. Мы вас ждем.